Министерство культуры Здравствуйте, я Анна Мангайт, это Министерство культуры. Сегодня мы обсуждаем важную тему – судьбу пролетариата в современной культуре. Производство на бумажной фабрике «Октябрь» уже полгода как остановлено. Помещение превратилось в модный заводской лофт, проект фабрика, оккупированных художниками. Но настоящий рабочий класс на этой фабрике все же остался. Правда, теперь ему приходится иметь дело с искусством. Художник Арсений Желяев во время подготовки к открытию 4-й биеннале современного искусства устроился на фабрику «Октябрь» разнорабочим в бригаду, которая монтировала выставку. Целый месяц он записывал разговоры рабочих в курилке об искусстве и о жизни. Так появился проект «Радио «Октябрь». Идея была, чтобы каким-то образом рабочую повседневность чуть-чуть превратить в искусство. «Радио «Октябрь»» – это 40-минутная звуковая инсталляция. На выставке Желяев решил восстановить антураж места, где из радиорубки для поддержания боевого духа разносились разудалые хиты «Песень года», а рабочие – пили чай с сухарями. Здесь очень сложно найти границу между искусством и неискусством. Она как-то сливается, и основным предметом экспозиции является звук, который тоже уходит в фон, мы его почти не слышим, просто какие-то производственные шумы, можно сказать. Еще в 80-е в Европе на пустяющие заводы и фабрики приходили художники и музыканты. Они привлекали внимание к фабричным лофтам, арендная плата повышалась, а завод ремонтировали. Теперь, благодаря проекту Желяева, бывшего начальника упаковочного цеха Людмилы Вахрушевой, есть работа. Вот она проверяет прочность конструкции и консультирует посетителей. Когда вот я пришла в 1967 году на фабрику, да, вообще мы выпускали по 300 тонн в месяц бумаги, то сейчас мы выпускаем, ну и самое большое, если 20 тонн, и это в полгода. Когда последний раз выпускали? Последний раз мы выпускали в Майбисце. Мы много лет уже занимаемся творчеством, да? Ну, наверное, более пяти лет. Нет, нам это все нравится. То, что вот сейчас вот это делается на фабрике, нам, во-первых, нравится. Ну и, в принципе, из материальной страны, как бы сказать, тоже это неплохо. Поэтому нам это, как бы сказать, это радует, что сейчас тоже все возрождается. И пойди теперь разберись, то ли искусство окончательно вытеслило рабочий класс, то ли решило прийти его на помощь. Министерство культуры. Сегодня мой соведущий, главный редактор журнала «Тайм-аут» и «Большой эстет» Игорь Шулинский. Прошу. Ну, я рад представить чудесного молодого художника Арсения Желяева. Министерство культуры. Арсений Желяев, 27 лет, художник и куратор, философ и марксист. Закончил факультет философии и психологии Воронежского университета, учился в Московском институте проблем современного искусства. Лауреат инновации и премии соратник. Продает в год не больше трех работ. Считает, что художник должен быть бедным. Тогда он лучше будет понимать людей. Министерство культуры. Здравствуйте, Арсений. Я хотела бы сразу начать вот с какого вопроса. Почему вы решили делать выставку про рабочих фабрики... Как называется? Какая была тема у фабрики? Картон производил? Бумагу? Да, бумагу производил. Почему вообще заинтересовались этими людьми? Как вы их разглядели? Вы знаете, мне кажется, что это очень важная тема для России с одной стороны и с другой стороны, в принципе, для всего мира. И предвкушая вопрос о том, насколько актуален вообще сегодня пролетарий индустриальный, могу сразу же парировать и сказать, что мне кажется, что мы с вами находимся, может быть, в разных классовых позициях, но они, в принципе, приближаются к некой усредненной. И эта усредненная позиция сводится к тому, что мы являемся скорее такими пролетариями перформативного труда. Ну вот вы особо, кажется, да? Да, человеком, который работает на неком виртуальном конвейере. То же самое и художник. Но в силу обстоятельств художник, особенно в таких пространствах, как, например, наш Центр современного искусства, которые в прошлом были индустриальным производством, часто художник по факту уступает человеком, который выталкивает этих индустриальных рабочих, да, и иногда становится эксплуататором их. А я не вижу никакой связи между художником и индустриальными рабочими. Ну, знаете, в чем связь? Большая часть художников в России живет за чертой бедности. И их доходы крайне невысокие. Доходы дизайнеров и прочих смежных профессий чуть больше, но я вас уверяю, что, когда в России начнется вторая волна мирового кризиса, то нам всем не поздоровится, и многие из нас потеряют работу. И уровень эксплуатации будет не меньше, чем у индустриальных пролетариев на конвейере. Более того, что условия труда, в принципе, сегодня у людей творческих профессий уровень их эксплуатации еще более жесткий, потому что эксплуатируются не какие-то отдельные части умения, а эксплуатируются наши человеческие способности производить нечто новое, наша душа. А это гораздо страшнее. Арсений, вы очень часто говорите слово «эксплуатация». Я даже потерялся эксплуатация, эксплуатация, но я на то смотрю на вас, вижу, что вы очень симпатичный человек. У вас не дешевый костюм. Дешевый, это секрет. Не знаю, желтые носки и достаточно хорошая обувь. Я примерно представляю, я вырос в Хаёне Сокольников, часто дрался. Вокруг меня было много пролетариата. Ну, могу вас заверить, что пролетариат выглядел совсем не так, как видите, выглядите вы. И скажу вам честно, что для пролетариата... А вот кто из нас больше пролетарий? Вы или Илья? Вы знаете, мне кажется, что я. Да? Да. Посмотрите. Это личный раз подтверждает мой тезис. Я не знаю, какой ваш тезис, я знаю, как выглядит пролетариат. И второе, мне кажется, когда вы говорите, там, пролетариат, пролетариат, эксплуатация, эксплуатация, я все время вспоминаю, там, Эдуарда Лебонова, других старших товарищей, которые... Ой, не надо, зачем вам? Ну, почему же? Который очень часто говорит слова «трискуча». Это не модно. Вы же редактор глянцевого журнала почти. Вы должны держать руку на пульсе. Скажите, а вы занимаетесь вот этой темой, потому что она модная? Почему это... Я думаю, что это большая проблема, выстраданная всеми людьми, которые занимаются творческим производством в Москве сегодня, которые не безразличны к происходящему. И у нас есть масса проблем, да, в России. Вот. Часть из них решается верой в то, что придут на место одних олигархов другие олигархи. Ну, вот я, например, не верю в это, откровенно. И более того, люди, которые сегодня выходят на улицы по всему миру с лозунгами против капиталистической системы, в том числе в Соединенных Штатах, я думаю, что меня поддержат. А какая система вам нравится больше всего? Мне нравится социализм. А где вы видели социализм в ваши годы? Ну, например, есть очень экстравагантный вариант в Исландии на сегодняшний день. Исландия, если вы не знаете, Тихо-Сапа произвела фактически безболезненную революцию. Это после кризиса? Да, она обанкротилась. И, естественно, на нее оказывалось давление такое же, как на страны, так называемые ПИКС, там, Греции, ну, самый очевидный пример, да, взять кредиты МВФ, принять их условия. И эта ситуация обязала бы каждого жителя Исландии в течение 15 лет, каждый месяц выплачивать 100 евро за ошибки тех людей, которые были в их банковской системе. Это довольно абсурдно. И руководитель Исландии пошел на отчаянный шаг. Он предложил референдум, и гигантский процент, типа, там, 70 или 80 процентов населения выступил за то, чтобы МВФ долги не выплачивать. И сейчас они написали через интернет методом прямой демократии Конституцию, она должна быть принята, и фактически они вышли из еврозоны. Оттрясающе. А скажите, пожалуйста, вот я все равно не понимаю, при чем здесь ваша деятельность как художника? Вот вы апеллируете к некому пролетариату. Кто это, кто сегодня пролетариат? Каким образом художник может коммуницировать с пролетариатом? Он в Исландии. А что вот сегодня здесь? Это же ваша тема, вы же этим занимаетесь. Я думаю, что я, при том, что я могу одеваться в секонд-хенде, не знаю, носить какие-то носки или еще что-то, вполне вписываюсь в категорию такого нематериального, к сожалению, пролетария. Потому что мои средства производства, но они отчасти находятся внутри меня, но для того, чтобы мне заработать деньги сегодня, я должен встраиваться в некий виртуальный конвейер, который может называться, там, система, не знаю, культурная индустрия или еще что-то, или система современного искусства, которая по факту подталкивает художника к тому, чтобы он стал мелким предпринимателем. То же самое у нас сейчас происходит, например, в школах. Если вы не знаете, у нас хотят ввести, как бы, платное образование в школах и обязать учителей стать мелкими предпринимателями, которые должны как-то соблазнить, там, детей, чтобы они им, там, платили, чтобы дополнительные уроки были, чтобы помимо ОБЖ и физкультуры были. Вы ушли абсолютно от ответа. Я не понимаю абсолютно. Я знаю, что вы устроились. Так вот, я просто, я сейчас тезис закончу. Так вот, и вот эта ситуация, а те, кто не могут вписаться, да, те, кто, может, не хочет, они оказываются вдруг в положении, как бы, мало-мало, как бы, зарабатываемых людей, зарабатывающих. И их заработок, и заработок сегодня художника, немногим превосходит заработок людей, которые работают на индустриальном производстве. Вы говорите о художниках, которые плохо зарабатывают, и пролетариатах. Какая связь между этим? Я говорю о том, что сегодня есть гигантский пласт людей, которые можно, там, по-разному называть, но, там, креативный класс, да, там, молодежь наша, там, некоторые говорят, что это хипстеры или еще кто-то, которые пока что пытаются сыграть некую биржуазную мину, вот. Но по факту они, к сожалению, ну, вот, не тянут на, как бы, мелкого собственника или еще на кого-то, и по факту они являются просто неосознавшими себя такими же пролетариями. Это один из важных тезисов, особенно это касается художников. И мой художественный жест, он связан с тем, что я пытаюсь обнажить и заострить эту тему и показать ее. В случае с проектом «Радио Октябрь», который... Где выстроились и с лесарем действующую бригаду монтажников, которая монтировала выставки Биенналь, да? Да, там была немножко более глубокая история, потому что для меня, и здесь я с вами скорее соглашусь, важен факт того, что это реально индустриальный пролетарий, и многие люди, которые там работают, до сих пор и монтируют выставки, проработали на этом производстве 20-30 лет. То есть они начинали, как там, не знаю, высококвалифицированные рабочие, сегодня, к сожалению, они стали разнорабочими, в том числе включились каким-то странным образом в систему производства современного искусства, в том числе. И моя идея была попытаться выступить на стороне вот этих людей, которые фактически, ну вот, самые-самые-самые полки. То есть они еще... А вы как бы такой снобс, который опустились до них, прикинулись слесарем, таковым не являясь, нет? Я не скажу. Я, если честно, вообще не понимаю, о чем говорит Арсений. Первое. Я много путешествую по странам социализма, Швеция, Финляндия, Норвегия. И могу сказать, что пролетариат, как там выглядит, как он существует, но это такой высокий сегмент мещанства, буржуазии, это люди, которым доступно очень много. Это первое. Второе. Будучи одним из арендаторов Красного Октября, являющийся владельцем одним из ресторанов, которые находятся на этой территории, я очень много видел... Как это надо? Я даже не могу сказать это слово пролетариат. Вот эти вот люди вот эти вот с толстыми щеками, пролетариат. Ну, неважно. Это люди достаточно обеспеченные, люди, которым мы платим деньги, люди, которые нам помогают. Некоторые нехорошие, некоторые плохие. Дело не в этом. Ну, я тоже не вижу никакой бедности и никакого страха экзистенциального, неэкзистенциального. Третье. Учителя тоже какие. Какие учителя, какие-то коммерческие. У меня такое ощущение, что мы с Арсением живем в разных мирах. Вот, у меня тоже есть такое ощущение, что я пришел, и мы столкнулись с людьми, которые... Хотя, конечно, Арсений выглядит... Опять же, художники живут бедно. То есть, Арсений, какие художники живут бедно? Одну минутку. Я думаю, что одна из центральных задач художника – пытаться обозначить реальные положения вещей. Кто бедный художник? Причем реалистам не в таком дурном смысле, подражателям. Художник должен вскрывать те проблемы, которые сегодня являются организующими для реальности. Сформулируется, в чем главная проблема для этого? В чем главная проблема для этого? Сформулируется такая ситуация, что мы вдруг понимаем, что мы живем в разных мирах. Да, так и сказать, какая у вас главная проблема? Что же это значит? Это значит то, что я, как художник, должен обозначить, что есть учителя, что есть рабочие, что есть гастарбайтеры, что есть бедные художники, что есть переводчики, есть куча людей, которые не могут позволить себе многие вещи, которые вы сейчас говорите. Да, купить эти носки и ботинки, я понимаю. Ну и что? Не могут. Это нормально. И что, а вы хотите, чтобы они могли? Абсолютно хочу, конечно. А вы не хотите? Вы хотите, чтобы вы закрылись на Красном Октябре и здесь как бы сидели и вещали все? Нет, я просто думаю, я вам предложил, давайте, говорю, выпьем коньяка. А вы говорите, нет, и не выпили коньяка. Поэтому я понимаю, что, а вот рабочий бы выпил коньяка, а вы вот купили желтые носки и вот эти достаточно недешевые ботинки. Вот это и разница. Один пропил эти деньги, а другой купил ботинки. Вы оскорбляете людей, мне кажется, это не просто. Я не оскорбляю, это метафрка. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы получили же премию «Инновация» в 2010 году, да, если не ошибаюсь, я присутствовал просто на этом. То есть вы говорите, что вам важно обострить и заявить проблему. Если вы получили премию «Государственные институции», значит, к вам прислушались, да? Насчет премии «Инновация» в этом году я могу сказать, что, на мой взгляд, это была, наверное, самая успешная премия из всех, которые были в России за последнее время. Потому что, как вы знаете, да, основной интервью, основной скандал был связан с тем, что основную премию выиграла группа «Война», а все остальные номинации выиграли все люди, которые сказали, что мы выйдем из конкурса, если группа «Война» не будет участвовать. И вот буквально по всем номинациям выиграли эти люди. Мне кажется, это очень стильно, это очень красиво и очень символично, что эта премия начала в следующие десятилетия, которые говорят о том, что как раз-таки вот эта спокойная жизнь, расслабленная, да, сухокультурная. Которую створяем мы с Игорем. Ну, я не знаю, утрированная, да, в шуточной форме, она заканчивается, что в реальность вдруг врываются вещи, которые совершенно нам казались некоторое время неочевидными. А вам нравится группа «Война»? Мне группа «Война» нравится, но в ней есть одна проблема. К сожалению, ее политический месседж не до конца артикулирован. И проблема заключается в том, что раньше художники, претендовавшие на политический активизм, в 90-м, например, как Анатолий Осмоловский, всегда пытались очень четко сформулировать, на чьей они стороне. Обязательно нужно быть на чьей-то стороне. Если ты пытаешься сделать политическое заявление, то да. Если ты пытаешься делать искусство, которое рядом с политикой, то его очень легко апроприировать. И, к сожалению, «Война», делая очень радикальные, очень смелые акции, которые мне симпатичны, именно вот в основном поинте, который они выносят на фланг в политике, они оказываются уязвимы. Потому что их может апроприировать другая Россия, их может апроприировать государственная власть. Их могут посадить в этом главная проблема. Зато искусство, которое занимаетесь, вы не сажают. Может произойти разные вещи совершенно. И вот эта проблема, когда человек делает усилия для того, чтобы что-то изменить, но вот в основном, вы помните, оказывается промах. Скажите, пожалуйста, что может изменить искусство, которым занимаетесь вы? Кому оно адресовано? То есть, если группа «Война» выносит свои проекты на площадь, да? Нет, группа «Война» не выносит свои проекты на площадь. Группа «Война» — это один, опять же, тот же из критических моментов, является такой элитистской группой. Она делает вещи, которые нелегко повторить. И немногие из нас бы решились это повторить на сегодняшний день. И потом она распространяется через политтехнологов и так далее в сети интернет. Но реально демократическое искусство, которое претендует на изменения по факту, оно предполагает, что люди пытаются вовлечь массы. Они пытаются сделать этот жест элитарным. То есть, они не пытаются... Вам удавалось вовлечь массы? Я думаю, что вот этот проект с рабочими — это, по крайней мере, заявка на то, чтобы это стало происходить. Как это реагировали рабочие? Они вообще поняли, что вы сделали? Они как бы осознали ваш проект как искусство? Они... Мы очень хорошо нашли общий язык, мы сдружились, но, конечно, всех тонкостей нам не удалось обсудить. То есть, они считали, что я такой шпион, но дружественный для них шпион. Вот я им рассказал, что я хочу сделать некую постановку театральную, ну как бы, да, записать вот такой саунд-коллаж. Вот. Ну, на что сказали, окей, это интересно. Вот. На вопрос, как вам выставка, скорее говорилось о том, что у нас просто есть много проблем. Вот. Ну, посмотрите. То есть, это скорее... У вас как социального работника, который обращается к какой-то группе людей, которые мало что понимают, но, может, время, может, в такой форме до них дойдет, да? Нет, нет. Надо признать, что Абсири очень симпатичен. Да, кто бы не симпатичен, его бы не позвали. Да, но дело не в том, что позвали, не позвали. Все, что он говорит, это ведь давно уже пройдено, да? Понравиться рабочим, сделать рабочим. Вообще, это очень в русле современного интеллигентского искусства, да? Все, что он говорит, это хорошо, все, что он говорит, это красиво, но самое главное, что главный противник. Я очень часто вспоминаю, достаточно в 90-е годы, у нас было вокруг очень много художников, они тогда были молодые, а потом стали люди такие, достаточно именитые, да, тоже Беляев, Гентофт и другие. Это были такие провестники правого искусства, музыканты и так далее. Мы очень много дискутировали. И я сказал, что, понимаете, когда правые придут в власти, первые, кого они порвут, это будете вы со всеми вашими красными знаменами, звездами, золотом. Вот, дело в том, что Арсений говорит очень симпатичные вещи, и глупо было бы поспорить с чем-либо, быть понятным народу, помочь людям, социальная обеспеченность, какое-то понятие счастья. Но первые, первые люди, которым он был бы не понят, это были те же самые рабочие. Тот самый пролетариат, потому что его идеализировать не имеет смысла. Пролетариат – это пролетариат. И в этом отношении, я прекрасно понимаю, Орвела, когда она выявила слово «пролы», я не могу уж так сказать, что я согласен с Булгаковым, которые говорили о том, что если надо писать в собачьем сердце мимо туалета, это будет разруха. Я бы, когда его врача спрашивали, а вы не любите пролетариат? Он грустно говорил, я не люблю пролетариат. Вот я боюсь согласиться. Я не люблю пролетариат. Мне вообще кажется, что людям, которым адресуют свое искусство Арсений, им нравится самое другое искусство, а им нравится, скорее, некое сафронов, чем вы. Им нравится понятное, красивое, живописное, масляное и цветное. Или я могу ошибаться? Это сложная тема, потому что, знаете, был пролет-культ, я думаю, все знают. Это была попытка выстроить искусство, исходя из классовых соображений. К сожалению, пролет-культ закончился не очень хорошо, но потом так иначе перекочевал в соцреализм. Но на то были свои сложности и расхождение у лидеров партии, тех, кто занимался пролет-культом. Но есть очень важный критический тезис на этот счет, который заключается в том, что было бы, наверное, большой ошибкой пытаться действительно идеализировать фигуру пролетария и выводить все искусство из такого, в каком-то смысле, деформированного из-за системы, в которой он формировался, культурного субъекта. То есть, к сожалению, люди, которые работают на фабрике, не имеют денег для того, чтобы нормально получать образование или получить досуг какой-то, вот здесь на Красном Октябре. Часто это действительно так. И поэтому их воззрение в искусстве могут нас шокировать. Но я могу вам сказать, что на всех рабочих местах, не только в индустриальных точках, но и, например, в офисах, есть такой офисный планктон, который не менее тоже страдает. И это одно из доказательств того, что эти позиции сближаются. Всегда создаются, мы уверен, видели такие некие алтари, такие коллажи гигантские, да? Какие коллажи гигантские? На религиозную тему, на тему любви, на тему политики, еще чего-то, да, просто изображение. То же самое происходит в интернет. То есть, эта культура выражает себя очень брутально, естественно, и эти люди гораздо более точно и четко выражают все противоречия сегодняшнего мира, которым так стремится прорваться современное искусство из своей башни и слоновой кости. А здесь ты приходишь на производство и видишь, там, не знаю, обнаженную девушку и рядом, там, фотографию аборигена, которые вместе тебе производят эстетический эффект абсолютно убедительный. Вот. С ним там можно спорить, да, это не очень интеллектуально или еще что-то, но если на это смотреть, вот, как на такое проявление четкое эстетическое и четкого месседжа, там все абсолютно очевидно и абсолютно ясно. Я этим заворожен, например. И я считаю, что... Чем вы заворожены? Вы заворожены календариками с японскими девушками поднятияющими? Я заворожен абсолютно календариками. Трэшем, который символизирует этот прорваться? Я не думаю, что это трэш. Я думаю, что это очень четкая эстетическая позиция, которая есть. Причем она коллективная, она анонимная. И я думаю, что это искусство имеет не меньше прав на жизнь, чем искусство, которое называется современным. На студии удивительный идеалист. Нет, я скажу, что я да на вопрос, я согласен. Дело в том, что я большой поклонник писателя Владимира Сорокина. И если вспоминать его ранние рассказы, да, заплыв от сборника и так далее, его соцреалистических произведений, то, и я его очень люблю, он был очарован вот этим вот произведением соцреализма. И все его ранние произведения, они как бы, действительно, вот эта энергетика, он всегда говорил, что между Джойсом и, скажем так, писателем-соцреалистом нет особенной разницы. Ну, какой-нибудь Эндж Журбины – великое произведение Кочеткова. И другие романы тоже великолепные. И я согласен, что вот эти вот, я бы назвал все-таки трэшем, вот эти вот календарики, вот эта вот жизнь простых людей, она действительно заражает какой-то безумной энергетикой. И то, что эти люди могут нас порвать, в этом тоже есть энергетика. Мне очень нравится этот разговор о простых людях в третьем лице. Предлагаю выйти на рекламу. Редактор субтитров А.Семкин